Вопрос номер один. Допускается ли эксплуатация самоходной машины с поврежденной изоляцией электропроводов? Не допускается. Вопрос номер два. Какие неисправности проводят к загрязнению окружающей среды? Повышенную бензость имеет с потеканием масла? Обе? Конечно обе. Вопрос номер три. Разрешенная скорость буксировка неисправны. Самоходные машины не более деятельны сейчас. Разрешается ли заливать топливо в бак самоходной машины при работающем двигатель? Допускается. Допускается ли эксплуатация самоходной машины при подтекании топлива? Ну смотреть сколько подтекает наверно. Не допускается. Вопрос номер шесть. Разрешается ли работать с прицепом, не оборудованным тормозами, если его масса превышает половину эксплуатированной массы трактора? Не разрешается. Вопрос номер шесть. Человек в пальто. Допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными краями? Не допускается. Вопрос номер восемь. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность в ваших действиях? Так. Искусственное дыхание. Осваждение дыхательных путей. Искусственное дыхание. Осваждение дыхательных путей. Это был вопрос. Это был кабинет номер десять. Поехали. Продолжение следует...